Грамотная реализация плана капитального строительства, поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвесторов в регионы. Такие задачи перед главами муниципалитетов поставил министр экономического развития республики Валентин Демидов. На расширенном заседании коллеги профильного ведомства обсудили ошибки прошлого года и установили курс развития на 2016-2017. Подробнее смотрите далее. В 2015 году план капитального строительства в республике был выполнен лишь на 71%. Такой показатель объясняют не только малым опытом работы в правовом поле России и энергетической блокадой Крыма, но и неграмотным освоением бюджетных средств муниципалитетами. Сейчас Воссовет возьмется очень серьезно за местные власти, которые не хотят работать. Сегодня там проблем выше крыши, в том числе освоение денег. Если мы так осваиваем деньги, то никто их давать не будет. Нужно освоить средства в этом году четко, планово и в полном объеме. Я вас предупреждаю и говорю от имени Воссовета, возьмитесь за дело. Еще одно из приоритетных направлений социально-экономического развития республики – помощь малому и среднему предпринимательству. В 2016 году на эти цели выделили более 150 миллионов рублей и ввели новую меру поддержки. Предприниматель, соответствующий всем этим критериям, приобретающий оборудование на развитие и модернизацию производства, может получить возмещение затрат до 50%. Новые меры поддержки у нас в этом году вводятся по молодежному предпринимательству. Мы подключились к программе «Росмолодежь, ты предприниматель». Запланировали для этого средства республиканского бюджета в сумме полтора миллиона рублей. На сегодняшний день крымские предприниматели также могут рассчитывать на правительственные гранты, государственные фонды микрофинансирования и субсидирования. Наша задача – развернуть на местах, довести до предпринимателей в каждом городе, в каждом районе и селе. Вот эти меры поддержки, мы приезжаем на места и на самом деле выстраиваются в очереди из предпринимателей, которые просто впервые слышат о тех мерах поддержки, которые уже успешно используются в других регионах. Кроме проблемы взаимодействия с предпринимателями, у глава муниципальных образований есть и серьёзные недочёты в работе с инвесторами. Из-за несвоевременного заключения договора в аренду в бюджет республики не поступило более 50 миллионов рублей. Кроме того, в некоторых регионах работа с привлечением капитала практически не ведётся. Нужно доработать все вопросы Бахчисарайскому району. Не может быть, чтобы по району была только одна инвестиционная площадка, которую мы можем предложить инвесторам. Джанкой, Феодосия и Ялта. Эта работа должна быть организована. Поэтому вернётесь когда к себе в города, посмотрите, что вы представили, как вы представили. И организуйте, пожалуйста, эту работу. По подсчётам Минэкономразвития Крыма, для того, чтобы к 2030 году республика стала самостоятельным и инвестиционно привлекательным регионом России, ежегодно полуостров должен получать порядка 130-140 миллиардов инвестиций. Мария Красновицкая, Игорь Романенков. Время новостей.